Прежде всего, вы знаете, раннее утреннее обращение президента состоялось, объявлена специальная операция военная на Украине, соответственно, по защите наших братских республик, ДНР, ЛНР, которые накануне были признаны как независимое государство и обратились за помощью для обеспечения безопасности. Что в этой связи происходит в Севастополе? В Севастополе все спокойно, все в штатном режиме. Я призываю всех севастопольцев сохранять спокойствие, потому что у нас в настоящее время никаких изменений не происходит. У нас в штатном режиме работают все объекты жизнеобеспечения, все объекты социальной сферы. Конечно, мы усилили меры безопасности, антитеррористической безопасности, прежде всего, на объектах. Поэтому, если где-то кто-то увидит, что просто правоохранительные органы работают по своей программе, где-то там усилилось нахождение количества охраны, это нормально, потому что мы обязаны такие мероприятия провести. С утра провели все необходимые координационные действия с правоохранительным блоком, усилили, еще раз повторяю, эти меры, все под контролем. Что касается дальнейших всех объектов, вы знаете, что сейчас небо перекрыто до 2 марта, поэтому сейчас особое внимание к системе снабжения, сейчас у нас все в порядке, там достаточно длительное время все запасы есть, сейчас эту ситуацию дополнительно проконтролируем, мы уверены, что никаких тут даже близко проблем возникнуть не будет. Будем надеяться, что уже на следующей неделе вернемся к обычному, нормальному, спокойному, так сказать, режиму работы по всем направлениям, который, собственно, и сейчас проистекает. Поэтому, еще раз, если какие-то мероприятия, вы знаете, там, вот, какие-то звуковые эффекты мы слышим, но для нас это нормально в Севастополе, потому что у нас Черноморский флот все время в боевой готовности, авиация, поэтому, ну, просто производят те необходимые действия, которые в данной ситуации сейчас нужны. Предлагаю и прошу на это особо не реагировать, не обращать внимания, ну, что, думаю, для севастопольцев совершенно естественно и нормально.